От эпохи камня до наших дней в этом году Чувашскому национальному музею исполняется 100 лет. Здесь собрана огромная коллекция экспонатов, их более 200 тысяч, и каждый из них может нам рассказать что-то о нашей родной Чувашии. На этот раз мы изменили традиции, и не к нам в студию пришли гости, а мы. Поэтому программа по существу сегодня в стенах Чувашского национального музея. Небольшую экскурсию для нас проведет его директор Ирина Менщикова. Ирина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, очень рада вас видеть. В первую очередь хотелось бы поздравить вас с этой знаменательной датой, целый век музею. Да, спасибо большое. Я очень рада, что вы пришли к нам в гости, и у нас есть возможность уже по существу рассказать, что с собой представляет музей. А вот с чего все начиналось? Каким был первый экспонат? Начиналось все с того, что общественность решила, что у нас должен быть музей. И было принято решение, постановление 12 февраля организовать Центральный Чувашский музей. И вот с тех пор мы ведем отсчет своему уже вековому существованию. За это время изменений, конечно же, произошло очень много. И название музея несколько раз менялось. Все-таки сто лет – это достаточно много. Для музея, может быть, это не так много бывает, музеи и постарше. Но, тем не менее, для нас это очень значимо. Музей, с чего же он может начинаться? Музей всегда начинается с коллекции, с экспоната. Нет коллекции, нет экспоната – это уже не музей. Первые экспонаты, конечно же, были переданы Народным университетам. Это была и картина, и фарфор. Но они сейчас хранятся в художественном музее. В 1939 году он был образован и отпочкован из Центрального музея. Но наиболее значимыми, наиболее первыми, даже вот, например, вот это вот платье под номером 3 в учетной документации стоит, передано этнографом Романовым. Вот это уже очень значимое первое поступление. Это, конечно же, была этнография. Это народное искусство, которое рассказывало именно о самом народе. Поскольку музей был организован прежде всего для того, чтобы рассказать об истории народа, об истории края, о его культуре, о традициях. Поэтому я думаю, что очень важно, что вот один из первых экспонатов и вообще одними из первых экспедиций, с помощью которых пополнялись фонды музея, это были, конечно же, этнографические вещи. Вот сейчас у нас здесь формируется выставка, первая выставка из цикла «Музейные коллекции». И мы рассказываем о этнографической коллекции. Вы можете вот здесь, у нас такие витрины, мы можем прийти и посмотреть. Это вот как раз первые этнографические вещи, привезенные из самых начальных экспедиций Чувашского национального музея. Сегодня мы говорим или Чувашского музея вместе с обществом изучения края. Такие красивые, такие же яркие остались вообще. Да. Как и были. Качество. Там вообще качество. Качество. Ну, это все зависит от качества ткани, поэтому их, каким образом они сохранились, это, конечно же, можно и здесь посмотреть. Вот здесь уже, видите, заготовки для изготовления платьев, рубах Чувашских. Это нагрудная вышивка, вы видите. Как раз она похожа на вышивку на платье. Да. И таким образом формируется самое важное для истории народа и культуры народа коллекции этнографическое. Ну, да, вот видите, здесь, да, там. То же самое. Да, вот. Мало того, что в музее должны быть экспонаты, конечно же, здесь должен вестись очень скрупулезный учет всех поступлений. И вот как раз здесь, в этой витрине, мы рассказываем о том, каким образом начинался учет. Вы видите карточки, да, вот здесь вот учетные карточки, но самый первый документ, первая запись об экспонате делается в книге поступлений. Вот эта вот книга поступлений номер один, и вы видите, это как раз вот те предметы, которые занесены в учетную документацию. Мы находимся в музее Чувашской вышивки, поэтому, наверное, что-то о экспонатах вот именно Чувашской вышивки. Как менялась экспозиция, что появлялось, что добавлялось? Это первая выставка из цикла «Музейные коллекции». Первые решили сделать все-таки этнографическую, рассказать об этнографической коллекции, поскольку самыми первыми, как я уже сказала, поступление, это были этнографические вещи, и экспозиция будет выстроена. Идет монтаж, вы видите, да, вот монтажная листья, она будет как раз выстроена, каким образом проводились этнографические экспедиции, и каким образом происходит пополнение фондов именно этнографической части нашей коллекции. Поскольку этнографические коллекции экспедиции проходили и по территории нашей республики, по территории регионов, где компактно проживает чувашское население, но и в то же время вы видите, что здесь чувашская одежда, ну и вы видите, вот это мордовский шубархалат, да, и татарская жилетка вы тоже видите. Подобного рода вещи в нашу коллекцию этнографическую тоже поступают. И, конечно же, это предметы быта, часть из которых ушла и в истории сейчас, но, как вы видите, в фондах музея они сохранились. Наверное, такие экспонаты требуют особенного ухода. Вот как вы следите, как поддерживать экспонаты? Да, конечно же, экспонаты должны храниться в специализированных хранилищах. Очень важно, чтобы там соблюдался температурно-влажностный режим. И они должны быть специальной бумагой упакованы. То есть требования у нас для хранения музейных предметов, они, конечно же, есть, поскольку все предметы практически являются категорией вечного хранения. Мы на них смотрим, и это нам позволяет реконструировать какую-то... Вокруг одного предмета мы можем сконструировать, где этот предмет в то время своего бытования находился. Это такая возможность прикоснуться к истории. Да, потому что ведь на самом деле сейчас век цифровизации. В экран очень много смотрим, но ничего не заменит того, чтобы вот эту чувашскую вышивку прийти и посмотреть своими глазами. Или картину. Да, вот эти живые маски, запах краски, холста. Это то, что дает нам возможность, вот как вы говорите, именно соприкоснуться к истории, к прошлому своего народа. И таким образом в предметах сохранить историю народа для будущих поколений. Чувашский национальный музей объединяет в себе сразу несколько музеев. Сейчас мы находимся в музее чувашской вышивки. Ну а теперь переместимся в следующий. Мы находимся в зале истории чувашского народа. Наверное, один из самых интересных залов. Вот расскажите, пожалуйста, какие экспонаты здесь есть, что больше всего привлекает посетителей? Да, это один из самых любимых залов наших посетителей. Они прежде всего сюда приходят, потому что зал действительно рассказывает об очень долгом пути, начиная с 9 века по начало 20 века. Ну, мы все знаем, что 20 и 21 год – это для чувашского народа было, это уже эпоха такого принятия самостоятельности, государственности, возобновления государственности. Поэтому здесь, конечно, очень интересно, поэтапно можно рассказать, каким образом это все происходило. Например, в самом начале мы рассказываем о том, каким образом наши предки появились здесь, на Средней Волге, рассказываем о том, каким очень развитым и очень интересным государством была Волжская Болгария. Мы все знаем о том, что мы оттуда родом. И вот как раз археологические экспонаты из раскопок на территории бывшей Волжской Болгарии рассказывают о том, что это было очень хорошо развитое, с хорошей коммуникацией государством. И уже дальше мы рассказываем историю, каким образом захватывая историю Чебоксар. Вот как раз вы видите очень интересный экспонат. Это экспонат экспонатов, можно назвать. Этот макет деревянный еще первой крепости города Чебоксары, мы его представили как экспонат, рассказывающий о городе, но и в то же время как экспонат, рассказывающий об истории самого музея. И, конечно же, здесь вы видите и оружие стрельцов того времени, и, конечно же, колокола, которым славились Чебоксары в эту эпоху. Вот здесь, наверное, экспозиция больше благодаря раскопкам пополнялась. Вот она пополняется и сейчас? Как-то работаете, может, с поисковыми отрядами? Откуда вообще появляются экспонаты? Приносят ли их, может быть, сами жители города? Вот, кстати, вы назвали все способы поступления экспонатов. Действительно, это археологические раскопки. Археология – это вообще самая большая коллекция, которая есть в музее. Более 35 тысяч единиц хранения археологических экспонатов. Очень важным способом поступления является, конечно же, экспедиция. Самые первые экспонаты как раз и появились таким способом. И, конечно же, по итогам экспедиции у нас, в общем-то, не только археологических, но и этнографических у нас пополняется фонд музея. Приносит, вы совершенно правы, в дар. Есть очень интересный был такой момент, это еще при мне так получилось, что вот одна женщина серебряные украшения принесла, оставила и ушла. То есть мы даже не знаем ни имени, ни откуда, но она решила, что для нее очень важно, чтобы вот эти предметы остались в музее под грифом вечного хранения. Потому что у нас все предметы, вы знаете, хранятся вот таким способом. Ну это так здорово вообще, что могут все полюбоваться и посмотреть. Да, ну вот для кого-то важно, да, чтобы это осталось на века для будущих поколений. Бывает, что мы закупаем, вот, поэтому бывают у нас и закупки, и это вполне закономерно. Ну и, конечно же, бывает, что вот наши сотрудники находят сами эти предметы, потому что у музейщика у него же необычный взгляд. Он как плюшки увидел, вот никому не надо, вот и ему надо. Сразу, наверное, да, распознаются, что... Да-да-да, поэтому нам периодически звонят. Вот сейчас же новостройки есть, убирают старые дома, а там много очень всего интересного. Нам звонят и говорят, вот там-то сейчас будут убирать какое-то старое здание, приходите, посмотрите, там много интересных вещей. Это один из самых уникальных, ценных, не только с точки зрения финансовой составляющей, но и вообще по своей истории, по значимости. Это один из самых уникальных экспонатов, которые хранятся у нас в музее. Подарен он купцу Прямкину за то, что он не пустил в город войска Емельяна Пугачёва. Такой колс уже древний, а всё ещё хорошо очень выглядит. Да, его реставрировали, чистили, восстанавливали. Поэтому, в общем-то, и вот о нём мы рассказываем и вот в этой отдельной рамке. Здесь расшифровано, что там написано, поскольку не всем удаётся вот разглядеть и рассмотреть. Ну да, да, это конечно. И потом древний текст такой вот русский. Поэтому мы здесь вот сделали о нём такую информацию, чтобы можно было более подробно его и рассмотреть. Поскольку являемся народом очень интересным, да, вот мы находимся на стыке, да, мусульман и христиан. Притом это один из трёх народов тюркского происхождения, которые православные. В основном это всё у тюрков, ведь в основном мусульманцы. То есть вот, конечно же, интересует вот культура, интересуют песни, танцы, музыкальный инструмент. Мы как раз дошли, не могу не спросить, очень красиво. Если посмотреть на их состояние, то видно, что они были в ходу. Они бытовали и, конечно же, ими пользовались. Вот мы с вами видим и барабан, и инструмент, который у нас называется шобур, видите, да, бычий пузырь. То есть это действительно те инструменты, которыми пользовались, играли на свадьбах, на праздниках, во время обрядов. И уникальные шлемовидные, вы видите, гусли знаменитые. Говорят, что наши гусли пользовались очень такой своеобразной популярностью. Их даже называли заморскими. Ну, я думаю, что это в целях, чтобы можно было реализовать. Но они действительно достойно конкурировали с гуслями, которые продавались на рынках. Вот уже после попадания в музей пробовали ли играть на этих музыкальных инструментах? С музыкальными инструментами достаточно сложная ситуация. Они в разном состоянии попадают. Но, к сожалению, эти инструменты не в том состоянии, чтобы на них играть. Хотя и струны мы с вами видим, и остров весь сохранился. Но их состояние, к сожалению, не позволяет на них играть. Но это очень такие уникальные экспонаты, на основании которых специалисты, вот тот, кто умеет делать музыкальные инструменты, могут возобновить, чтобы сейчас уже их тоже делать. Как раз вижу платье Екатерины из коллекции «Золотая Россия Пвяков». А вообще такие выставки – это какая-то тенденция последних лет, которые проходят у вас? Выставка таких платьев. Да, у нас как раз к ювелею республики у нас был спланирован фестиваль национального костюма «Золотая Россия Пвяков». И в рамках этого фестиваля мы провели несколько выставок. Это был целый цикл. Вообще сам фестиваль, конечно же, призван рассказывать о том, что народный костюм, народное искусство вообще является источником вдохновения для современных художников, вообще для всех творцов. И эта выставка сейчас как раз об этом и рассказывает, и доказывает. Начинает, как вы видите, нашу выставку. Это народы, которые с нами по соседству в Поволжье проживают. Мордовский, русский, татарский, морийский костюм, видите. Ну и олицетворение нашей Родины, нашего государства, где мы с вами находимся. Как раз вот с российским гербом платья Екатерины Второй, дизайнерское платье, исторический костюм для фильма «Гардемарина-4». В прошлом году Республика отмечала столетие Чувашской автономной области. Какие-то у вас, наверное, были мероприятия, посвященные этому событию. Да, это был, конечно, целый ряд мероприятий, начиная с выставки «Романтика революции», которую мы привезли из фондов Музея декоративно-прикладного искусства. Но как раз экспонаты рассказывали об 20-30-х годах, какие события предшествовали тому, что, в общем-то, в итоге у нас в 20-м году образовалось, после перерыва, после разгрома Волжской Болгарии, с таким огромным перерывом образовалось государство, республика, такое вот государственное образование, автономия чувашского народа, чего в течение нескольких столетий, мы с вами знаем, не было. Это вот первое мероприятие. Кроме этого, у нас была подготовлена выставка большая к столетию, которая прошла не только по районам республики, она передвижная, и она прошла и по регионам, вот последний регион из Самары мы как раз поехали забирать эту выставку. Это Татарстан, это Самара, Ульяновск. Наша выставка побывала в регионах, мы, конечно, рассчитываем больше на регионы, где компактное проживание, у Чувашии больше. Вот, это такой большой проект, который рассказывает, назывался он «Сто выдающихся людей – Чувашии», и несколько разных выставок мы сделали. Ну, наверное, вы помните эту большую выставку на улицах города. Тоже это часть этого проекта «Сто выдающихся людей». Да, можно было в любом месте же посмотреть, прочитать, кто это. Поскольку музеи были закрыты, и, в общем-то, вот эта вот идея «музей выходит на улицы, музей идет к вам», она воплотилась вот в этом проекте, когда копии репродукции, хорошего качества репродукции картин вышли на улицу города. Они до сих пор украшают стены домов, где находятся, и, в общем-то, можно сказать, что проект продолжается. И, конечно же, была электронная выставка, электронный вариант этой выставки, она можно найти, посмотреть. Это вот как раз, наверное, один из выходов. Вот во время пандемии нельзя же было прийти в музей? И тут можно было прийти на улицу и также то же самое увидеть в музей, да? Вот что еще делали такое? Совершенно верно. Музей очень… Тем не менее, хотя он был закрыт, он очень много работал, конечно, с посетителями в интернет-пространстве. У нас есть группа ВКонтакте, ну, практически во всех соцсетях. И вот эта вот активность взаимодействия с посетителем в интернет-пространстве, она, конечно, увеличилась разы. И количество просмотров, посетителей наших аккаунтов увеличилось. Нельзя сказать, что даже десятки, сотни раз увеличилось количество людей. Нам даже ночь музеев пришлось провести в интернет-пространстве. С одной стороны, конечно, это очень тяжело. Музей – это всегда взаимоотношения с посетителем, это эмоции, да? Наши сотрудники рассказывают, насколько не хватает. Вот в тот период нам очень не хватало взаимодействия, потому что вроде мы рассказываем, да, если проводим какие-то мероприятия, но в то же время мы ведь получаем огромную отдачу эмоциональную от тех, кто пришел к нам в музей. Этого, конечно, безумно не хватало. Но, с другой стороны, новое время нас заставило научиться новым приемам работы. И вот «Ночь музеев» – это как раз первое такое мероприятие, которое нам пришлось проводить в интернет-пространстве. Плюсы в том, что с нами на связь, на прямую связь, вышло семь музеев из разных концов. И посетители могли так же заглянуть в музей, получается, через виртуальные вот эти вот… Совершенно верно. Мы подготовили экскурсии по выставке «Романтика. Революция», по другим выставкам, которые были. Выходили на мастер-классы. Вот мастер-классы в основном – это вот фотоматериалы. Люди делали и присылали нам отчеты. То есть записывали лекции. И нам пришлось, конечно, немножко перестраиваться. Ну и это был огромный опыт освоения нового способа взаимодействия с посетителем. Наверное, сейчас готовитесь к своему юбилею. Ну, сто лет музею – это такая века, это же такая дата знаменательная, красивая. Что будет? Что ждать посетителям, зрителям? Ну да, о столетии музея мы уже с прошлого года говорим. Внимательные наши посетители ВКонтакте, наверное, заметили наш проект. Ежедневные посты из проекта «365 страниц из истории Чувашского национального музея». Ежедневно мы выставляли маленькие посты «Факты из истории музея». Вот 12 февраля прошлого года мы это начали. Удалось сотрудникам, как бы тяжело, кстати, действительно, оказывается, это не так-то просто, определенные факты, выверенные факты выставлять. И вот в течение года уже пошли последние посты, которые мы рассказываем об истории музея. Это один из самых больших проектов. В этом году у нас, конечно же, спланирован цикл выставок, посвященных фондам. И особенно той части фондов, которые редко выходят. Это отдельные выставки коллекциям различным, естественно, историческим экспонатам, археологическим экспонатам, этнография. И вот с этнографии мы как раз и начинаем. Это первая наша выставка будет. Ну и самое главное мероприятие у нас будет, оно в апреле. Мы приглашаем к себе на большую конференцию всех наших коллег, сотрудников других музеев. Это, во-первых, будет общее собрание Совета музеев Павловского федерального округа. Есть у нас такая музейная организация у музейщиков ПАФО. И я думаю, что приедут и другие регионы как раз на, как сказать, под темой юбилея музея. Ну и поговорить о том, каким образом музеи сейчас существуют, куда дальше двигаться, каким образом дальше развиваться. В череду юбилейных мероприятий мы начинаем в день рождения нашего музея, 12 февраля. Мы открываем выставку из серии музейной коллекции. Будет торжественное мероприятие. К сожалению, это все, конечно, будет в ограниченном пространстве. Но в этот день для наших посетителей, тех, кто любит наш музей, день открытых дверей у нас здесь, вот на Красной площади, да, в основном здании, ну и во всех других структурных подразделениях. Это музей вышивки, это музей воинской славы, музейный выставочный центр. Два музея Сейспеля, которые здесь у нас в Чебоксарах и в Канажском районе. Ну и Литературный музей, самый первый филиал Чувашского национального музея. Мы всех вас приглашаем в наши залы, которые можно будет посетить 12 февраля безвозмездно. Анна Петровна, благодарю за такую экскурсию. Еще раз поздравляю вас с предстоящим праздником, с вековым юбилеем. И напоминаю, программа по существу была в гостях у директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин